Весим, 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 весим и теплыми днями. Фестиваль «Самоцветы Севера» проходит в Котласе третий год подряд и с каждым разом набирает обороты, причем не только по количеству, но и географии участников. Теперь широко представлена не только Архангельская область, но и соседние регионы Вологодщина и Коми. А потому в этом году конкурс вышел за рамки регионального и получил более увесистый титул – межрегиональный. Спасибо огромное нашим организаторам, организаторам этого фестиваля. Они постарались сделать все возможное, чтобы вы, дорогие гости, участники конкурса, ваше желание было комфортно на нашей конкурсской земле. Но и нашим участникам я, конечно же, желаю победы. Воскнула вся природа, а мы играем в час. Выступлениями участников были насыщены оба конкурсных дня. Коллективы демонстрировали свои хореографические возможности в эстрадном, современном и народном танце. Декламировали стихи, читали прозу, пели русские народные эстрадные песни, произведения классиков. Любопытно, что каждую из трех номинаций судил отдельный состав жюри. Так в вокале председателем судейской коллегии стала заведующая эстрадным отделением Архангельского музыкального колледжа Вера Иванова. В художественном чтении заправляла Наталья Шибалова, главный режиссер Котловского театра драмы. В хореографии председателем жюри был балетмейстер Череповецкого театра танца «Домино» Евгений Горшков. Удивительно, но гран-при фестиваля, по их обоюдному мнению, получили сразу два котловских коллектива и оба из городского ДК. Это образцовый хореографический коллектив «Ассорти» руководитель Елены Черткова. Второй гран-при фестиваля ушел к 15-летней Наталье Халикиной, участнице вокальной студии «Поверь в мечту» под руководством Марины Старцевой. Отрадно, что ни один котловский коллектив не остался без наград. Наши танцоры, вокалисты и чтецы получили дипломы лауреатов во всех трех номинациях. Только в вокале котлашане взяли 48 дипломов из 62 возможных. Редактор субтитров А.Семкин